Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». С вами Анна Герцовская. Сегодня у нас в гостях Елена Соломатина, психолог, гештальтерапевт, руководитель реабилитационного центра для химически зависимых людей. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Вот сейчас назрела такая проблема. Действительно, у нас достаточно много в Рязанской области и в России наркозависимых, алкозависимых людей, но у нас также много реабилитационных центров различных. Если раньше это были только наркологии, вытрезвители, то сейчас у нас программы разные. И вот как разобраться, как выявить лучший центр? Ну, у нас действительно на территории Рязанской области за последнее время открылось очень много центров. Если взять лет 5-6 назад, кроме государственной наркологии практически не было куда обратиться. Сейчас только сертифицированных центров 6. И подпольных центров намного-намного больше. И действительно разобраться, в какой революционный центр, как бы доверить своего близкого, достаточно сложно. Но есть определенные критерии, по которым можно разобраться и понять, что за услугу вам предлагают, как вас будут вести ваших близких. Какие же вот эти вот критерии, как их можно распознать, увидеть через интернет, лично поехать посмотреть в центр, что там происходит? И так, через интернет можно посмотреть приглянувшиеся центры. Дальше, если говорим мы про Рязань, Рязанскую область, есть 6 центров, которые прошли сертификацию, которые находятся под контролем соответствующих органов. Это открытая информация, доступная. Вот этот сертификат кто выдаёт? Несколько лет назад наша наркология рязанская взяла на себя такое обязательство. И по критериям, ГОСТовые критерии есть, провела коэффикационную комиссию и одобрила 6 центров, которые могут работать, то есть они достаточно открыты. Вот центр, который мы руководите, вы расскажите о нём, как он называется, какие документы у вас есть, как вот с ним можно ознакомиться? Ну, основные документы у нас, конечно, на сайте висят. Реабилитационный центр называется Тименос. В августе месяце будет 4 года, как мы его открыли. Более 150 человек уже прошло реабилитацию. Достаточно много у нас людей, которые находятся в трезвости, восстанавливаются семьи. Уже детей много появилось. И, конечно, с основными документами, папка документов хранится в самом центре. Мы можем предоставить, да, с кем мы взаимодействуем, с кем у нас подписаны определённые договора. Ну, основные, наверное, критерии, да, по которым можно определить центр, это есть ли возможность приехать и посмотреть, что происходит внутри. Открытые центра это позволят. Скажите, цена жизни наркозависимого, алкозависимого, она велика? Вообще, сколько приходится платить людям? И действительно ли это бешеные деньги? Или можно бесплатно где-то пройти реабилитацию? Качество зависит от цены и на сколько оно зависит? Вот здесь вот как бы всё достаточно сложно. Конечно, это дорогостоящее лечение. С чем это связано? С тем, что, к сожалению, пока на данном этапе помощь от государства минимальная. Поэтому всё содержание ложится на близких и на родных. В среднем по Рязани стоимость хорошей революционной услуги – это 35-40 тысяч. И она обусловлена тем, что работают специалисты, которых приглашают, предоставляют достаточно комфортные условия. Содержание, то есть очень много уходит на всё это. Но вот как раз у тех центров, которые прошли квалификационную комиссию и сотрудничают с Рязанской наркологией, подписан договор о взаимодействии, по которому двух человек в год мы берём бесплатно. Это люди, которые стоят на учёте в наркологии, которые замотивированы на реабилитацию. И вот сейчас у меня как раз один из таких людей заканчивает прохождение. Вот освобождается одно место. Но как бы сейчас очень много рекламы, которые мы видим по Рязани, да, помощь алко- и наркозависимым, бесплатно, анонимно и всё такое. Вот что же там такое на самом-то деле происходит? Расскажите. Как только такие центры начали у нас появляться в Рязани, ну, так получилось, что я была тем сотрудником, который вот как-то курировал их. Вот. Это снимали дом. Чаще всего внутри или протестантского, или баптистского направления, да, религия. Специалистов там не было никогда и нету до сих пор. То есть люди просто там живут, работают. Те деньги, которые они зарабатывают, идёт на их обеспечение. Там действительно попытка заместить только религией, да, и, не знаю, может быть, кому-то и помогает. Вот. Но я таких пациентов редко встречаю. То есть или они становятся фанатиками, вот, уходят из дома, это бесконтактность с близкими и родными. То есть социальная сфера совершенно, ну, не восстанавливается. Несколько людей из таких центров обращались ко мне и говорили о том, что вот, Елена Николаевна, у вас центр дорогой, у нас вот дешёвый, мы тысяч за 10 возьмём их. Говорю, что вы с ними будете делать? Есть ли у вас программа, по которой они будут проходить? Какие сроки? Как вы работаете с родителями? И говорю просто, ребят, как вы вообще к этой теме относитесь? Какое у вас образование? Вот. На это мне просто отвечали. Вот я 9 месяцев трезвый, чистый. Вот. Я разговариваю о чём-то с родителями. Вот. Программа, ну, где-то она там есть. То есть для меня это уже показатель, что внутри никакой реабилитации качественной нету. А пациенты больные сейчас у нас тяжёлые, да. Наркотики, которые сейчас появляются, они, конечно, мощное разрушение на психику человека, да, несут. И, конечно, здесь нужны специалисты, которые понимают в клинике таких заболеваний. Что же на самом деле должен дать центр? Вот. К чему стремитесь вы? То есть, я так понимаю, это и психотерапевт, и психолог, и какие-то групповые тоже психотерапия, отдельные личные консультации, может быть, спортивные занятия, какие-то игры. Что должно получиться из человека на выходе из вашего центра, например? Ну, это всё вместе. Всё, что, Анна, сейчас перечислили вы, то есть это в качественном центре должно быть. Все инструменты, необходимые для жизни, в нашем центре дают. Даже такие социальные навыки, как приготовление пищи, вот, и там, убирать постели, вы даже элементарно этого не умеют. Ну и самое важное, да, то есть это глубокая психологическая проработка, плюс 12-шаговая программа, которая является духовной программой, да, даёт инструменты и поддержку уже жить нормальной трезвой жизнью в социуме без такого вмешательства специалистов. Но это, конечно, нужно очень много времени, труда и поддержки. В том числе и много труда уходит на то, чтобы работать с семьёй. Это очень важный момент, потому что пока близкий человек проходит реабилитацию, семья должна быть готова к приходу своего близкого, потому что он меняется, а семья остаётся с теми же страхами, переживаниями и с теми же травмами, которые, да, были во время употребления. Поэтому обязательно в качественном центре проводятся программы для близких, родных, для созависимых. Без этого, то есть если мы опять вернём нашего пациента в токсичную среду, очень часто будут опять срывы. То есть, ну, конечно, иногда удивительно, как восстанавливаются семьи, да, что с ним происходит какие-то морфозы. То есть если изначально приходят, например, там родители, убитые реально горем, потому что, ну, их ребёнок, ну, погибает, а это страшно для любого родителя, с кучей страхов, переживаний, да, то потом... В кредитах. В кредитах, да. Да, это вот тоже очень важный момент. То когда там через год, через полтора смотришь на них, они там... У меня последняя семья ездила там на чемпионат мира, который по футбол проходит с сыном. И он говорит, у нас никогда не было такого контакта с ребёнком. Он разговаривает с нами, да, это... И смотришь на них, и вот понимаешь, что не зря как бы работаешь в этой сфере, как бы сложно с ними не было. Ну, вот вы хотели сказать, что главное помнить о том, что это хроническая болезнь... Как-то, это хроническое, неизлечимое, прогрессирующее заболевание, которое можно приостановить. Ну, и тут даже есть такая запятая, то на каком-то этапе. Бывают такие моменты, что уже возврату не подлежат. К сожалению, это уже третья стадия алкоголизма и наркомании. Ну, и по поводу специалистов. Если мы говорим, что это хроническое заболевание, да, как любое заболевание, то есть нужна профилактика. Да, ну, если у нас взять, например, сахарный диабет, да, это приём лекарств, это определённое питание, это осмотр у специалистов. И здесь, конечно, в трудностях где-то 12-шаговая программа, где-то нужны, конечно, специалисты-психологи, психотерапевты, которые в каких-то трудных ситуациях могут помочь преодолеть и поддержать. Скажите, есть ли вот какие-то варианты для того, чтобы человек, как раз пройдя реабилитацию, какие-то помощники, что-то вот ему есть в помощь? Может быть, группы какие-то или психологи должны помогать на протяжении всей жизни, там, раз в месяц, раз в неделю? Как это должно происходить? Есть ли у вас такие группы поддержки, может быть, для тех, кто вот либо уже прошёл реабилитацию, либо пока только думает над тем, что с собой делать? К счастью, сейчас в городе Рязани много таких групп. То есть, если там 7-8 лет назад были единицы, то сейчас они есть. Есть группы взаимопомощи для алкоголиков и наркоманов. Это анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Это совершенно отдельное сообщество, они живут своей жизнью. Как раз вот на базе 12-шаговой программы. И наша задача как раз наших пациентов туда влить. Мало того, это не просто группа взаимопомощи. То есть, там есть программа, которую они проходят, прописывают, живут в ней. То есть, это как раз тот самый костяк, который помогает им потом опираться. Есть группа взаимопомощи для созависимых. Наранон у нас в городе Рязани. В центре в нашем проходят группы лекционные, психотерапевтические, тренинговые для созависимых. Вот каждую пятницу в 6 часов, много лет без выходных. То есть, мы проводим эти группы, рассказываем, что такое зависимость, что созависимость, как проявляется, что с самими созависимыми происходит. Потому что иной раз, когда приходят родственники, даже не скажешь, кто употреблял наркотики. Сам больной или родственник, потому что они в таком состоянии тревоги находятся, что вот самих нужно класть на реабилитацию. Вы знаете, я, может быть, лет 18 уже работаю в этой специфике. И когда я еще была молодым специалистом, я там говорила родителям, закрывайте двери, не пускайте, пускай он там поймет, опустится на это дно. И по идее, где-то это правильно. Но работая с родителями, я понимаю, что не каждый родитель это может сделать. Да, и те наркотики, которые сейчас есть, это опасно. Поэтому обращайтесь к специалистам обязательно. Из каждой ситуации есть выход. Просто его нужно увидеть. Но родители, находясь в таком состоянии тревоги, они реально не видят этого выхода. Поэтому где-то закрывают его из деревня, там пытаются, как мне, одному алкоголику. Вот я, говорю, тебе цепочку подарил, в следующий раз подарю браслет, забирая его из наркологии, не стоит такие подарки делать. Ни машины, ни армия не спасает. Так, ну и в двух словах, алкоголиков-то вообще лечите, не лечите? Летим алкоголиков. На самом деле за последнее время алкоголизм помолодел у нас. Да, если в 2000-х годах, начиная работать, это были, ну, мужчины, женщины за 50 уже в пенсионном где-то возрасте, то сейчас у нас алкоголики 30 лет и 40 лет. Вот уже со всеми нарушениями. Лечим им тоже 12-шаговая программа прекрасно подходит. У нас сообщество анонимных алкоголиков. Одно из старинных, большое. Да, вот они разрослись и поздоравливают и делают съезды. Вот у нас в этом году или 25, или 26 лет будут анонимным алкоголиком в Рязани. И вот не так давно тоже был съезд наркологов Центрального федерального округа, на котором присутствовал главный нарколог страны. Скажите, что это значит для Рязани и вот конкретно для вашего центра? Какая польза для вас? Может быть, что-то вы новое там почерпнули или что-то произошло? Вы знаете, появилась у нас такая возможность вообще показать, что у нас есть качественные центра в городе Рязани. Были специалисты рязанские, которые ходили и говорили, о, оказывается, у нас столько центров. Да, они даже не в курсе, что это есть. Удалось как-то между собой и с коллегами пообщаться. Ну и, конечно, приятный момент, который, да, произошел вот всех руководителей реабилитационных центров, которые вот взаимодействуют, да, со всеми. То есть сам Брюнь дал нам почетные грамоты, цветы, вот как-то вот такой подъем духа в него, да, появился, что вот как-то знают, помнят о нас, не забывают, и готовы там работать и в дальнейшем поддерживать. Это только шесть центров вот таких, да, получили такие награды, в том числе и вы. Да, да. Ну вот еще недавно был как раз день борьбы с наркоманией, алкоголизмом и наркобизнесом. И очень хорошо, что у вас сейчас такой подъем духа. Желаем вам и дальше бороться с этими пагубными страстями наших людей и делать их жизнь счастливее. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова